Я приветствую вас, дорогие друзья! И мы продолжаем серию интервью на самоизоляции. Сегодня речь пойдет об уникальном проекте, посвященном 75-летию Великой Победы. Речь идет о фонде «Живая классика», который к этой большой дате приурочил специальный проект, где юные победители конкурсов чтецов читают детскую книгу войны. Это воспоминания детей, которые пережили блокадный Ленинград. Более подробно об этом проекте нам расскажет президент фонда Марина Смирнова и, конечно же, юные участники этого проекта. Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, дорогие друзья! Я очень рада вас всех видеть здесь. У нас такая теплая компания подобралась сегодня. Марина, обращаюсь к вам. Я знаю, что вы застряли в Крыму сейчас, находитесь, да, на самоизоляции. Да. Как погода вообще, как ситуация в Крыму с карантином? Немножечко... В Крыму есть карантин, все, кто приезжают, должны 14 дней пробыть на самоизоляции, но я приехала сюда в середине марта и приехала по работе, получилось так, что здесь осталось. Но на самом деле сейчас есть такая вот проблема с тем, что люди находят возможность приезжать в Крым, и когда приезжают в Крым из Москвы, то приезжают с такими криками «Эге-гей! Все, здесь нет коронавируса!» То есть люди сразу снимают маски, гуляют, и люди, которые находятся здесь уже долго, или которые здесь живут, они ведут себя совершенно по-другому. То есть они понимают, что все есть, что вирус есть, и что нужно все равно соблюдать все правила, надевать перчатки, надевать маски. Люди, которые приезжают из Москвы, они, видимо, ну, и, конечно, это не про всех, да, но просто то, что вот мы сейчас наблюдаем, что они чувствуют, что они как бы вырвались, и как будто бы вот здесь прямо все хорошо. На самом деле в этом есть очень большая угроза, потому что, конечно, сейчас немножко страшно, что после того, как пройдет эта вспышка в Москве, вспышки будут в регионах именно из-за того, что люди, приезжая в регионах, чувствуют себя слишком вот как бы безопасно и начинают какие-то правила нарушать, и у нас буквально была вот только что ситуация, когда из того дома, где мы живем, приехала скорая, и забрали человека с подозрением на коронавирус, мы пока не знаем, подтвердилось, не подтвердилось, мы приехали в защитной одежде, и люди вот только-только приехали из Москвы, и вот, конечно, то есть есть такое напряжение от того, что кто-то чувствует очень беспечно себя, слишком беспечно здесь, вот как бы преодолевает эту границу, переезжает в мост и думает, что типа проблемы больше нет, и можно уже расслабиться, а расслабляться совсем нельзя. Девчонки, ну пару слов. Вы в Москве, дистанционное обучение, как переживаете самоизоляцию, устали уже? Да, скучно. Ну, конечно, самоизоляция дается непросто, но находим свои плюсы, больше времени уделяем учебе, подготовке к предстоящим экзаменам, чтениям книг. Ну, живем, продолжаем жить. Самое главное, перейти к проекту «Живая классика». Марина, расскажите, вот тот проект, который вы реализуете совместно с ребятами, вообще уникальный на самом деле, и у нас пару слов буквально, дорогие друзья, у нас не просто школьники принимают участие, а победители городских, всероссийских конкурсов, чтецов, профессионалы в своем деле, которые читают отрывки из произведений детской книги войны, если я не ошибаюсь. Да, Марина? Да, это был проект АИФа, в 2017 году появилась такая книга, они собрали 37 дневников, которые дети вели во время Великой Отечественной войны, и, конечно, это потрясающее произведение, я думаю, что вы знаете об этом, был такой проект Сокурова на телеканале 100, он однажды записал блокадную книгу, и блокадную книгу читали разные люди, это были и актеры, известные ведущие, и дети, и просто вот прохожие, встречные на улице, примерно 4 часа продолжалось это чтение, может быть, даже дольше. И вот я помню, как петербуржцы были прикованы к кранам телевизоры, как они звонили друг другу, мне тоже писали, ты уже смотришь, и, конечно, это были такие вот многочасовые мурашки по телу, и как бы слезы, и вот эти все тяжелые переживания, и это очень-очень сильные были впечатления вот от этого проекта, хотя, казалось бы, это просто люди читали блокадную книгу, и сейчас мы стали думать, что 75 лет отменяется Парад Победы, люди находятся на самоизоляции. Не отменяется, он переносится. Переносится, да, да, переносится, переносится, но 9 мая, 9 мая все равно не пройдет, и, конечно, это так вот для всех очень ощутимо, да, что это будет какую-то другую дату, потому что все равно для нас этот день, понятно, что он для всех очень важен, понятно, что это один из самых главных таких праздников, которые все отмечают, во всех семьях, всех семей это как-то коснулось, и мы думали о том, на самом деле, ребята ко мне обратились, они сказали, Марина, а что мы будем делать? Нам же нужно как-то, вот что мы можем сделать? Тогда возникла эта идея, мы стали перебирать военную прозу, потому что ребята на конкурсе «Живая классика» часто читают произведения про войну, и сначала была мысль, что мы сделаем такой небольшой конкурс, они почитают военные произведения, а потом вспомнили об этом проекте, и мы подумали, что самое правильное, это, конечно, почитать вот эти детские дневники, собственно, детям, потому что это их ровесники, которые жили в то время, и они в то время вот это так ощущали, да, вот это время. Это, конечно, очень живая история, она такая, она страшная, то есть я на самом деле, мне немножко вот тревожно, как это все будет происходить, потому что прослушать даже там 10-15 дневников подряд, это, конечно, такое глубокое погружение, но мне кажется, что это очень значимая история, и важно, что действительно эту историю и инициировали вот ребята наши, частицы, дети сами, да, и то, что они читают детские дневники, то есть это то, что как бы они, наверное, смогут понять, пропустить через себя и донести до других ребят. Я думаю, что потом эту акцию подхватят еще другие дети, мы прочитаем эти дневники, а дальше предложим еще и всем желающим тоже присоединиться, тоже читать, присылать. Марина, ну для того, чтобы наши телезрители понимали, о чем идет речь, давайте попросим Виталину сейчас прочитать фрагмент из книги «Дети войны», да? Ну, у меня фрагмент из дневника Тани Рудыковской. Спрашиваю. Завтрак, немного гречневой каши, хлеб с маслом. Достали в кооперативе мясо и гороху, мороз, ветерок, ясно солнце. Папа весь день не вставал, он перестал уже выходить к ужину и завтраку, а вчера, последний раз, вышел обедать. Обед, суп с перловой крупой, густой, одна тетелька и полстоловой ложки свеклы. Аннушку стирала у нас, и дали щей, и кусок хлеба с горчицей, чай, а бабенька своих два куска хлеба, крошку кофе. Мама с восьми вечера до восьми часов утра дежурит в детдоме. Ужин, три целовой ложки пшеной каши, хлеб с маслом. Мама вымыла себе ноги, я поставила на чулок заплатку. Ничего, хорошо получилось. Сорок минут девятого утра умер папа. Гелия ходила за Савиной, это наш знакомый доктор. Она пришла, но папа уже умер. Когда мама пришла с дежурства, она сразу пошла к папе, целовала и ласкала его. Он сделал попытку улыбнуться, но не смог, а из глаз покатились слезы. Завтрак, горох жидкий, полстоловой ложки пшеной каши. Ее мама оставляла папе хлеб с маслом. Бабенька ни супа, ни каши не ела. Достали в кооперативе сахара, вместо сахара кофе. Мороз, ясно, солнце, ветер с метелью. Обед с суп с гречной крупой, без корешков. Только лук и чуть-чуть зелени. Гелий ходил к Алешу Луквичу, а он эвакуировался. К вечеру Гелий собрался в Шувалово. Зачем, не знаю, а пришел и сказал, что в Шувалово не ходил. Он зашел в наш магазин и достал килограмм 200 клюквы и хлеб. Наспилили нашу березу, но мы макушку ей все-таки отняли. Ужин, пшеная каша, хлеб с маслом. Март 1942 года. Я лежала. Болел бок, была рвота. Я встала, но была слабая и не могла записывать. Помню, что была Кузнецова Нина. Все. Спасибо большое. Спасибо. Невероятно. Просто невероятно. Мурашки похожи. И та самоизоляция, которая сейчас, по сравнению с тем, что переживали дети, просто в блокадном Ленинграде, это не сравнится. Поэтому те, кто сейчас гневят Бога, друзья, перечитайте эту книгу. Дорогие друзья, к нам присоединился еще один участник акции «Живая классика». Это Андрей. Андрей, мы рады вас приветствовать. И мы продолжаем. Очень приятно. Спасибо. Марин, вопрос к вам. Еще один. Проект действительно непростой. Проект сложный. И скажите, вот я привела параллель с той самоизоляцией, которая сейчас происходит. Это те дневниковые запицы, которые читают ребята из блокадного Ленинграда. Скажите, вот к вам наверняка обращается много людей, вам жалуются на то, как сейчас непросто, тяжело. Вы приводите в пример эту историю и вообще свой проект? Что люди говорят на это? Да нет, честно говоря, я нахожу другие аргументы, потому что мне кажется, что сейчас совершенно не та ситуация, чтобы ее все-таки сравнивать с Великой Отечественной войной. То есть это совершенно разное. Ну что у нас? Мы сейчас живем в совершенно комфортных условиях. У нас все есть. У нас есть продукты. То есть, да, конечно, там есть какая-то инфекция. И, конечно, это опасно. Можно заболеть. Но это даже близко, да, нельзя как-то соотнести или сравнить с теми ужасными событиями, которые происходили. И потом все-таки я считаю, что сейчас еще время возможностей. Потому что мы жалуемся на дистанционное обучение, говорим, ах, как тяжело, учителя не понимают, как учить. Но на самом деле для учителей это такое повышение квалификации в бою, когда им приходится изучать разные платформы, да, через боль, через сопротивление. Но, тем не менее, мне кажется, что это такой прогресс для нашего образования. И мы думали о том, как образование должно меняться. А сейчас, после того, как все побудут на дистанционном обучении, я думаю, что будет совсем другая динамика образовательного процесса. Появятся новые технологии. Причем их будут внедрять учителя из разных регионов России, самого разного возраста, просто потому что за это время все научатся. Что касается детей, здесь тоже очень много возможностей. Во-первых, побыть семьей, наладить отношения с семьей, проявить, заняться своими хобби, как-то проявить там, поискать вообще, а что тебе еще интересно, чем заниматься. Поэтому на самом деле в этом времени я еще вижу очень много возможностей в том, которое сейчас происходит. И я считаю, что здесь можно находить плюсы. А то время, о котором мы говорим и которое мы вспоминаем, это все-таки единственное слово, которое вот возникает в ассоциации, это, конечно, боль. Вот это такая вот эта боль, это такая беспросветность. И это, конечно, очень-очень тяжело. И мне кажется, что сравнивать здесь совсем не нужно. Мы в очень хороших условиях сейчас находимся. Ну, а те, кто все-таки пытаются сравнивать, давайте послушаем еще один фрагмент. Давайте дадим слово нашему молодому человеку. Андрей. Хорошо. Значит, дневник, отрывок из дневника Бориса Капранова. 25 декабря 1941 года. Как обыкновенно встали. Мама ушла за хлебом. Папа, Леня и Валя лежат на постели. Я сижу за столом и пишу дневник. Внезапно раскрылась дверь с треском. В комнату вбегает тетя Надя и радостным, необыкновенным голосом кричит. Слава тебе, Господи! Хлеба прибавили. Сразу все выныривают из-под одеял. Сколько? Сколько? Рабочим 350. Иждивенцам 200 грамм. Мама принесла хлеб. Мы сразу же съели по 40-50 грамм с чаем. Я накрошил его в чай и съел несколько тарелок. Постепенно добавляя чай. С первого хотели еще пить. Как теперь больше дать нельзя. Не то получится много смертей. Ведь люди были голодные. И сразу если прибавить до 400 грамм, то уже этого для голодного желудка много. И врачи не разрешают. Помирают каждый день тысячи. Кладбище завалено. Гробов нет. И около кладбищ большие очереди с покойниками, завернутыми в материю. Теперь и мы будем жить. А то еще несколько дней я бы не выдержал. 1 января 1942 года. Сегодня наступил Новый год. Что он нам несет? Тайна, покрытая мраком. Впервые мы так встречали Новый год. Даже не было кружки черного хлеба. И вместо того, чтобы веселиться вокруг елки, мы спали. Так как нечего было есть. Когда вчера вечером я сказала, что уходит Старый год, то мне ответили, к черту с этим годом провалиться бы ему сквозь землю. И действительно, я того же мнения. И 41 год никогда не забуду. А Новый год принес еще меньше радости. Хлеба не давали, продуктов в магазинах нет, сахар, конфеты, жиров еще за третью декаду не давали. Опять я едва таскаю ноги. Дыхание спирает, и жизнь уже не мила. Не видать бы мне тебя, Ленинград, никогда. На улице все так же падают люди от голода. У нас в доме померло несколько человек. И сегодня из нашей комнаты просили мужчин помочь вынести покойника. В столовой ничего, кроме жидкого плохого супа из дуранды нет. А этот суп хуже воды. Но голод не тетка, и мы тратим талоны на такую воду. В комнате только и слышно, что об еде. Люди все жалуются и плачут. Что-то с нами будет в этом аду. Андрей, спасибо большое. Спасибо. Невероятные, просто невероятные дневниковые записи. Марин, вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, как вообще ребята в условиях карантина увидят мир, услышат эти фрагменты? Как они получат свою жизнь? Это будет онлайн какой-то проект? Ну, во-первых, мы сделаем такую видео, книгу, то есть ее можно будет посмотреть как фильм. И мы это делаем совместно с аргументами и фактами, то есть это будет у них размещено на их ресурсах, на всех. Соответственно, на всех ресурсах фонда «Живая классика» мы сделаем также рассылку, мы разместим в своих социальных сетях. Мы думаем, что нас поддерживают наши члены жюри, и те звезды, которые нас поддерживают, разместят это тоже в своих социальных сетях. То есть я думаю, что мы сможем обеспечить достаточный охват этому проекту, чтобы люди смогли посмотреть. По крайней мере, все дети, участники конкурса точно увидят этот проект, ну и все читатели аргументов и фактов. Ну, в свою очередь, хочу сказать, что телеканал «Русский мир» ребят вас тоже всех поддерживает, и мы будем видеть, рады видеть ваши ролики в нашем эфире, поэтому как только они будут готовы, пожалуйста, присылайте, мы обязательно продемонстрируем их нашей аудитории. Таэтия Захарова, еще одна участница нашего диалога. Таэтия, чью дневниковую запись вы сейчас прочтете нам? Сегодня я прочту два дня из жизни Гали Земницкой. Гали Земницкая во время облакады Ленинграда со своей семьей жила в Ленинграде. Ее облакадный дневник очень чувственный и женский, несмотря на то, что ей было всего 14 лет. 29 декабря 1941 год. В парадном встретила Генину маму. Поздоровались. Приходи с Геней попрощаться. Куда вы уезжаете? Никуда. Он умер. Тетя Настя спокойно это сказала, а я тупо уставилась на нее. Если хочешь попрощаться, приходи сегодня. Завтра рано утром повезем на кладбище. Я пришла домой, а не раздеваясь, плюхнусь на стул. Геня умер? Геня умер. Вот и конец моей первой детской привязанности. Может быть, даже любви. Уж очень нравился мне этот веселый, умный мальчик. Он научил нас быть добрыми, ценить дружбу. Я сидела и думала о Гене, как о живом. Не могла представить себе его мертвым. Прощаться с ним я не пошла. Пусть останется в моей памяти только живым. И если мне суждено будет выжить, то я его никогда не забуду. 31 декабря. Через несколько часов Новый год. Но ничто не напоминает об этом. Попив горячей воды с кусочком хлеба, наши домочадцы разошлись по своим комнатам. Я лежала в постели и вспоминала о довоенных новогодних приготовлениях. Вот мы с мамой принесли домой большую пушистую елку. В квартире густо запахло сонолой. Обеденный стол сдвинут к стене и завален елочными игрушками. В муфточке, коробочке и сумочке засыпаем дрожжей и театральный горошек. Шоколадные конфеты в нарядных фантиках вешаем на елку вместе с игрушками. Стоп! Я вдруг вспомнила, что большие длинные конфеты, похожие на хлопушки, сохранились из-за яркой красочной обертки. Их уже года два-три вешали на елку. В обертках была пастила, поэтому конфеты были легкими, не оттягивали елочные лапки. И вот я осознала, что такое сокровище лежит в коробке с игрушками. С воплем «Ура!» Соскалькиваю с постели, зажигаю коптилку, стаскиваю со шкафа коробку и добываю драгоценные конфеты. Их пятнадцать штук. Мама и бабушка радостно удивляются. Одеваемся и садимся за стол. Трофимовна отдает нам свой последний чай. Всем досталось по три конфеты. Давайте съедим их сегодня все. Сошета экономная, как всегда, две конфеты убрала в буфет. Хоть пастила высохла в сухарик, все равно вкусно. И по-праздничному горит керосиновая лампа. С новым 1942 годом! С новыми нашими победами на фронте! Сейчас все хотят только этого. Это первое и главное пожелание друг к другу. А наш милый гений навсегда остался в 1941 году. Стоитя, спасибо большое! Спасибо вам огромное! Я, во-первых, хочу поблагодарить всех участников разговора. Наша передача выйдет накануне 9 мая. И, Марина, скажите, вот пока ситуация неизвестна, да? Будем ли мы на самоизоляции или нет? Но, тем не менее, если все-таки этот режим продлится, как отметить этот светлый праздник дома? Что бы вы рекомендовали? Как вы его отметили? Читайте книги. Устройте семьей просто чтение. Возьмите авторов военных, возьмите эти дневники, прочитайте их вместе с детьми. Там все это так описано, что мне кажется, что каждый в семье прочувствует. Мне кажется, что просто давайте мы, во-первых, вспомним своих близких, дедушек, бабушек, прадедушек, прабабушек. И хотя не будет бессмертного полка, но это же, не будет этого шествия, но никто же не мешает вспоминать. Давайте сделаем, вот как бы, да, восстановим эту историю, поговорим об этом внутри семьи и, возможно, почитаем друг другу какие-то военные тексты. Спасибо большое. Вот на этой светлой ноте мы заканчиваем наш разговор. Всех с наступающим праздником Победы. Спасибо вам большое. Спасибо. 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 И в завершении нашей программы, дорогие друзья, я хочу добавить, что, к сожалению, в этом году, 9 мая, акция «Бессмертный полк» не пройдет по многим улицам мира. Но эту акцию может поддержать каждый из нас с вами, находясь дома вместе со своей семьей. Для этого достаточно открыть книгу и почитать воспоминания тех, кто пережил эту войну. Оставайтесь дома, будьте здоровы и до новых встреч на телеканале «Русский мир». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...